Реализацию двух национальных проектов в сфере развития промышленности обсудили сегодня в ходе заседания Общественного совета при региональном Минпромторге. Участие в разговоре приняли руководители крупных новгородских компаний. 92 миллиона рублей вырученные средства от продажи собственной продукции. 35 тысяч рублей средняя заработная плата в обрабатывающей промышленности. Цифры, говорящие сами за себя. С промышленностью в регионе все хорошо. Растут объемы, инвестиции и доходы. В части промышленного экспорта у нас по данным наших коллег из Федеральной таможенной службы оборот растет, причем почти на 18,5% отмечается рост. Конечно, мы здесь видим, что основная доля в структуре экспортных операций у нас приходится на химическую отрасль, это понятно. Публичное акционерное общество «Акрон» у нас является одним из мировых лидеров по производству сложных химических удобрений. Для развития промышленности крайне важно участие в национальных проектах. Это не только дополнительное финансирование и гранты, но и знания. Первыми в регионе это поняли на Боровическом комбинате огнеупоров. 15 членов команды уже проходят обучение в рамках проекта «Производительность труда» и «Поддержка занятости». Главный вывод тоже уже сделан. Для успешного развития важны не только закупка нового оборудования и инвестиции, но и грамотное распределение текущей нагрузки на производстве. Например, для себя мы определили, что ускорение таких действий, как переналадка прессового оборудования в два раза, а это возможно, судя проведенному нами анализу, мы дополнительно получим высвобождение мощностей, равнозначных закупке двух новых прессов. И таких запасов, как и у многих промышленных предприятий, очень много. К поиску новых путей развития в рамках нацпроекта скоро присоединятся и компания «Лактис», 123-й авиаремонтный завод «Трансвит». Учить налаживать поставки за рубеж продолжат коллеги из российского экспортного центра. Уже 11 июля в Великом Новгороде продолжится цикл семинаров от ведущих специалистов. Принять участие в которых могут как действующие игроки рынка, так и те, кто только собирается поставлять свою продукцию за пределы страны. Редактор субтитров А.Семкин